Так, следующий небольшой раздел игр, который связан с алгоритмичностью, он называется детские игры. Или кто выиграет при правильной игре. Здесь просто будет несколько примеров игр, в которых сложность смещена в сторону именно нахождения того, как нужно действовать, чтобы победить. По теореме Цермела есть какая-то стратегия, у кого-то из игроков оптимальная. Но мы ее изначально-то не знаем, ее надо как-то угадывать, иногда совершенно не очевидно, иногда она совершенно непонятна. Но, скажем, в крестиках-ноликах, в принципе, известно, что побеждает первый на доске 3 на 3. Что для этого ему надо сделать? Ему для этого надо пойти в центр. Это единственный правильный ход. Если он из своих 9 ходов не выберет этот единственный ход в центр, то второй его победит. И более того, дальше тоже, дальше тоже ситуация разворачивается неочевидно. То есть при правильных хитрых реакциях второго на ход в центр, третий ход первого тоже должен быть очень аккуратно продуман, иначе он тоже проиграет. То есть вопрос о том, как найти выигрышную стратегию, он полностью за рамками теории игр, на самом деле. Теория игр говорит, выигрышная стратегия существует, да, где мы есть? Мы на воздушном шаре. Спасибо, это мы знаем. То есть в данном случае теория игр, она как бы не может помочь. Я просто именно для этого хочу, я хочу привести несколько примеров ситуаций, в которых теория игр, ну она говорит, что есть стратегия, но на самом деле ее еще надо находить. То есть в детских играх наша высокая наука почти ничего не дает. Некоторые исключения будут в следующем сюжете. Пока ряд примеров. Камушки 1. Будут камушки 1, камушки 2 и камушки 3. А на дом еще камушки 4 в качестве упражнения. Камушки 2, камушки 3. Во всех случаях я лишь очень кратко опишу игру. В каких-то случаях я открою секрет победы, в каких-то оставлю его на дом. В камушке 1 есть некоторая гора камней, в которой n штук, n камней. И игроки последовательно ходят, забирая из кучи некоторое количество камней. Количество строго определенное между 1 и 3, то есть строго ограниченное. 1, 2 или 3 камня можно забрать. Тот, кто забрал последний камень, выиграл. Всего камней 99. Кто победит? Кто начинает или второй? Это очень простая задача. Я предлагаю каждому ее решить самостоятельно. Замечу, кстати, на ее примере, что полностью строить дерево в данном случае не обязательно, потому что некоторые позиции дерева, они эквивалентны друг другу. В самом деле важно только знать следующее. Важно знать, сколько камней остается и кто в данный момент ходит. Каким образом мы пришли к этой ситуации? Нам на самом деле не важно при ответе на вопрос о том, кто выиграет при правильной игре. Вот. То есть есть некоторый специальный способ записывать такие игры. Можно назвать их позиционными и записывать на множестве всевозможных позиций. Тем самым сильно экономя место, место выписывания деревьев с историей всей игры. Можно только выписывать, что происходит в каждой позиции и в какие позиции из нее можно ходить. Вот. Но это отдельная ветвь теории детских игр, которой я только упомяну ее и все. Касаться глубоко ее мы не будем. Вот. Ну вот вопрос. Как если 99 корней? Кто вы... 99 камней? Ну кто выиграет? Ну... Но я не буду открывать секрет. Вторая игра. Опять есть куча камней. Секрет этой игры я открою в конце этого сюжета. А вот секрет этой игры я вообще не открою. Н камней. Только на этот раз забирать можно только степени двойки. Опять 29 камней. Кто победит? Кто победит? Если можно забирать только степени двойки. Заметьте, что... Ну, на первый взгляд кажется, что это какая-то очень сложная задача. Потому что, ну, смотрите, нам нужно про каждую позицию понять, да, там что-то. Нужно на нее долго смотреть, изучать. Там, если остался один камень, если осталось два камня, если осталось три камня. Каждый раз нужно анализировать и так вот вверх-вверх идти. Но на самом деле, если вы допишите до седьмого, восьмого, где-то до позиции с семью-восемью камнями, вы, скорее всего, закономерность угадаете, после этого уже докажете. А здесь выигрывает первый. А именно, он забирает три камня. После этого каждый раз след на ход, в ответ на ход второго, он добирает количество камней до кратного четырем. То есть первый ход, правильный победный ход, сделать количество камней 96. Дальше, как бы ни пошел вот этот игрок, который забирает один, два или три камня, всегда можно оставить 92. Если он заберет один, надо забрать три. Если заберет два, забрать два. Если заберет три, забрать один. Ну и понятно, что таким образом вы по четверкам будете идти до нуля и выиграете. Здесь это совершенно удивительный и неожиданный ответ, который я предлагаю всем получить самому. Камушки-3 — это известнейшая игра, известнейшая алгоритмистам и программистам. Она, эта игра такая, есть конечное количество камней, извините, конечное количество кучек, в каждой из которых некоторое количество камней. Вот, N1 в первой кучи, N2 во второй и так далее. Игра называется NIM. Игроки, два игрока ходят по очереди, и каждый имеет право забрать любое количество камней, но только из одной кучки. Вопрос, кто выигрывает при правильной игре. Для данной комбинации N1 и так далее, NK. И как универсально ответить на этот вопрос? Универсальный ответ существует, он лежит в области чистого программирования. Поэтому я считаю, что это выходит за пределы теории игр. Это уже алгоритмическая теория игр. Она вообще, ну это наполовину, это наука уже для программистов, если не на две трети. Поэтому я, так сказать, я не буду даже в эту сторону залезать. Вот, ну и можете подумать еще над камушками четыре. Это когда есть две кучи камней. Забирать можно либо какое угодно количество камней отсюда, либо какое угодно отсюда, либо ровно по одному из каждой кучи. Ну и понять, как, если здесь какой-то алгоритм правильной игры, сразу предупреждаю, когда мы с друзьями эту игру, там один мой друг придумал, какие-то первые рисования, вот рисования позиций выигрышных проигравших и проигрышных ничего не дали. То есть мы, мне ответ неизвестен. Ну, наверное, он в интернете известен. Вот, но я не знаю, насколько это трудная задача, в частности. Но, тем не менее, даю наподумать. Это вот, значит, четыре такие игры, в которых ничего теория игр не дает. Но она говорит, ну да, можно изучить позиции и спрашивать про них, какие выигрышные, какие нет, в соответствии с принципом цермела. Но все-таки угадать общее правило, это уже, ну как бы, это уже математика, программирование, олимпиады и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok